Доброе утро! С вами Егор Матаев. В эфире выпуск новостей. Как всегда, начинаем с главных тем. Из-за ухудшения погоды алтайские дорожники перешли в режим повышенной готовности. Сколько техники сейчас работает. Подробности в выпуске. В преддверии паводка МЧС проводят учения. Сегодня совместно с другими службами спасатели отрабатывают действия во время подтопления. Подробности узнаете в прямом включении. Барнаульские хоккеисты провели третий матч полуфинальной серии Кубка Федерации. Как они сыграли в гостях у красноярских рысей, расскажем через несколько минут. В преддверии паводка МЧС проводят учения. Сегодня совместно с другими службами спасатели отрабатывают действия во время подтоплений. На месте работает наш корреспондент Артем Тарасов. Здравствуйте, Егор. Буквально вчера многие жители Алтайского края получили рассылку от МЧС сообщением об ухудшении условий погоды, что 24 марта и ночью 25-го будет сильный ветер, мокрый снег, а также голоредец. Эти явления обычны для зимнего периода, когда происходит переход к весеннему. Еще одно характерное явление – это паводок. Именно борьбу с ним и ликвидацию его последствий сегодня отрабатывают службы МЧС Алтайского края. Рядом со мной начальник главного управления МЧС по Алтайскому краю Александр Владимирович Макаров. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, что именно сегодня будет происходить на учениях, какие действия конкретно будут отработаны спасателями? Добрый день. На самом деле учения начались еще вчера. Значит, учения прошли по всей территории края. Сегодня у нас второй этап учений. Мы отрабатываем практические мероприятия и практические действия спасателей по спасению с водоема, по работе беспилотной авиации, работе оперативных групп. И будет проводиться смотр, формирование территориальной подсистемы РСЧС, готовность всех к паводку. В рамках этих учений будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В обязательном порядке будет заслушан прогноз развития паводка и обстановки. И обсужден вопрос готовности муниципальных образований к прохождению первой волны паводка. Александр Владимирович, расскажите, какая техника сегодня принимает участие? Сколько человек личного состава планируется на этих учениях? Значит, всего у нас техники РСЧС. Здесь представлена вся техника РСЧС Алтайского края и городского звена города Барнаул. Значит, группировка, аэромобильная группировка, 100 человек главного управления РСЧС России по Алтайскому краю, представители полиции, Росгвардии, службы медицины катастроф, дорожной техники, энергетики, все те, кто в условиях территориальной ситуации, в условиях паводка принимает непосредственное участие в ликвидации последствий паводка. Александр Владимирович, вот здесь на заднем фоне у нас идет подготовка спасателей, подготовка объекта, где будет проходить тренировка. Что здесь будет проходить? Кого-то спасут, маша автомобилев, человека? Да, здесь действительно будут проведены практические мероприятия, будут показаны действия водолазных расчетов, действия работы по откачке воды. Кроме того, здесь также размещены у нас и беспилотные авиационные системы, которые будут также продемонстрированы, работы беспилотных авиационных систем и составление так называемых моделей развития паводка и обстановки. Ну и в целом будет продемонстрирована также, кроме всего прочего, здесь пока еще не видно, будет продемонстрирована работа специальной техники, которая как раз была приобретена Алтайским краем для оснащения крылоуказенного учреждения, управления гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. И действия спасателей данного управления как раз будут продемонстрированы в ходе практических мероприятий. Спасибо большое, Александр Владимирович. Желаем вам успешных учений. А я передаю слово коллегам в студию. Егор? Да, Артем, спасибо. Ждем вас в редакции. Ну, а я продолжу выпуск. Алтайские дорожники перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Министерство транспорта. До 25 марта в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, сильный ветер и гололедица. Сейчас на дорогах края работает 300 единиц техники. Если погодные условия будут ухудшаться, это количество увеличат. По данным ведомства, проезд обеспечен по всем дорогам региона. Диспетчерские работают в круглосуточном режиме. Это позволяет отслеживать обстановку и перенаправлять спецтехнику в районы со сложной ситуацией. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, быть бдительными на участках, где убирают снег. Ну а сегодня вновь ограничат движение транспорта по Чуйскому тракту. Это связано с плановым проездом военных колонн. Давайте посмотрим, где и во сколько нельзя будет проехать. Итак, с 12.30 до 13.30 движение перекроют на участке Зато-Сибирский, Чуйский тракт, Содоводство-Горизонт. Также будет закрыт участок трассы Расказиха, Бобровка, Фирсова, Чуйский тракт, Байновские ключи. Там нельзя будет проехать более трех с половиной часов. С 16.50 до 20.30. Госавтоинспекции призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и выбрать по возможности другой маршрут или пути объезда. С 1 апреля в Алтайском крае начнется запись детей в первый класс. В этом году ожидают больше 30 тысяч первоклассников. Подать заявление можно в электронном формате или лично придя в школу, говорят в Краевом Минобре. В первом случае обязательно регистрация на сайте госуслуги. Есть категории, которые пользуются приоритетным правом зачисления. Это дети военнослужащих, судей, работников полиции, многодетные семьи. Прием заявлений по месту жительства завершат 30 июня. После этого директор издаст приказ о зачислении. И к другим темам. Бийские котлостроители поставят уникальное оборудование для турецкой атомной электростанции. Кроме того, алтайские специалисты поучаствуют в монтаже и пусконаладочных работах. Продукция уже отгружена. Это паровые котлы, дымовые трубы и вспомогательное оборудование. Комментируя ситуацию на рынке, руководитель предприятия говорит, что по некоторым позициям завод зависим от импорта. И сейчас проводится работа по поиску отечественных и азиатских аналогов. Барнаульский водоканал отметил профессиональный праздник – День работников ЖКХ. Лучших специалистов наградили на торжественном мероприятии. Тему продолжит Анна Москаленко. Обеспечить чистой питьевой водой 665 тысяч жителей краевой столицы и пригорода – ежедневная задача Барнаульского водоканала. На предприятии трудятся больше тысячи специалистов. Профессиональный праздник – День работника жилищно-коммунального хозяйства. Лучших наградили. Хотел бы поздравить коллектив нашего предприятия и всех коммунальщиков, которые работают в основном, конечно, в городе Барнауле, которых не замечают. И, наверное, нам приятно, что нас не замечают. Потому что, когда нас замечают, значит, какая-то нештатная ситуация, которая привела к тому, что у людей исчезла вода. Но даже в этих ситуациях сотрудники, коллектив предприятия всегда стараются минимизировать сроки устранения аварий и по факту не допускать их. 113 сотрудникам вручили награды. Одна из них, Ирина Сафронова, попала на доску почета и получила звание «Наставник года». Женщина совмещает с основными обязанностями помощь сотрудникам Барнаульского коммунального предприятия по вопросам бухгалтерии. Ирина работала в отделе 25 лет, а в 2020-м его расформировали, перенесли в федеральный центр. Я всегда любила свою работу. И сейчас получаю колоссальное удовольствие от того, что могу помочь людям. Когда возникают какие-то проблемы и вопросы, они могут сами решить, они обращаются ко мне. Да, мне это интересно. Поздравили и поблагодарили за работу коммунальщиков администрация края, города, районов АКЗС, федеральный и региональный минстрой, руководство группы компании «Росводоканал» и родное предприятие. Анна Москаленко, Сергей Балуев. Новости. И о спорте. Барнаульские хоккеисты провели третий матч в полуфинальной серии Кубка Федерации. В гостях они уступили красноярским рысям. Игра на чужом льду для алтайских хоккеистов началась удачнее, чем на домашнем. Белоголубые дважды огорчили соперника. По разу отметились Сатаров и Томилов. Но под занавес второго периода красноярцы восстановили равенство в счете. Впрочем, барнаульцы в третьем отрезке вновь взяли игру на себя. Капитан команды Денис Луцев вывел «Динамо Алтай» вперед. 3-2. Это была последняя шайба в матче, которой радовались барнаульские болельщики, специально приехавшие поддержать команду. За 4 минуты до конца рыси сравняли счет и перевели игру в овертайм, где быстро разобрались с обороной «Динамовцев». Поражение алтайских хоккеистов 3-4. Счет в серии сократился 2-1. Впереди по-прежнему «Динамовцы». Ответный матч команды проведут уже сегодня в 19.00, также в Красноярске. Напомню, команды играют до четырех побед. Это означает, что Барнаул примет еще один полуфинальный матч 27 марта. Ну а у меня к этому часу пока все. Продолжим ровно в 13.00 в прямом эфире на Катунь-24. Субтитры делал DimaTorzok